Только надо посильнее? Ну где-то так, да. Ну, давай, 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 твоими руками. Не хватает, вот так. Ну, уже хватит крутить, давай. Врачи как надо, вот сюда, да. И вот так еще проверим, в этот сторону нормально будет. Ну, давай. Это где хрустно? Слышала? Вверху, Атланта. Это было Атланта, почувствовала, да? По-моему, чуть понеще. Ну, может, второй, да. Вот, но у тебя сейчас ничего не перекаживает, ни на другую сторону. Это нормально, когда в одну сторону больше хрустит, в другую меньше. То есть, у нас нет цели вызвать именно этот хруст, понимаете, да? Это просто предел, когда уже они ощущают, как бы эти... Постарай, по-сиднее. По сути, мышцы расценились уже достаточно. Уже идет хруст, когда эти сухожилия связаны, вот так чуть надрываются. Уже от этого тоже происходит звук. Так, теперь давайте сделаем движение внизу. Вот тут вот. Смотрите, как это делаю я. Одной рукой делаем вектор упора не в горизонтальной плоскости и не вертикальной, а именно по диагонали вот туда. То есть, смотрите, где седьмой шейный позвонок заканчивается? Примерно два-три позвонка вниз, вот сюда, да? То есть, мы давим ниже, вот сюда, даже на четыре. Вот считаем. Раз, два, три, четыре. Вот сюда. Вот сюда. То есть, вектор наш направлен вот туда, в движение. Вот сюда поднимем плечо. Выше упирается, чтобы упор был. Над лопаткой, над лопаткой, не сбоку. Делаем упор туда. А это просто поворачиваем голову вот сюда. Резко вправо. Ну, либо влево, да? Далее, соответственно, да, наш импульс пойдет до хруста. Тут вот уже до хруста. Импульс у нас пойдет ниже. Потом руку упор делаем чуть вот сюда. Меняем угол, да? Видите? Диагональ меняем выше. Еще раз. Можно прям руку поднять еще выше, еще выше. Вот так вот. Довести до самой верха. Но сначала вот. Опять же, смотрите. Уговорите своему пациенту. Расслабься, пожалуйста. Ты должен мне полностью доверять. Яд, доктор, айболит. И типа голове влажа. И вот тут иногда бывает, что человек ловит ваше движение. Поэтому вы должны попасть в тот момент, когда он как бы... Ну, не задумывается о том, что вы делаете. Одновременно сюда и сюда. Смотри. Вот. Где был хруст, скажи? Ну, да, где-то вот. Слышал? Вот тут, да? Вот тут. Некоторые пробивают его до сюда, до середины лопаток. Постарайтесь. А ну-ка мне так. Стой, ну. Можно с твоей? Не надо, стой. Не ся. Я хочу попробовать. Смотри, про ограбление. Вот туда этот, видишь? Вот сюда. Даже покажу. Ты видишь? Да. Давайте, может, развернемся спиной к камере. Да, можно. Чтобы видно, будет позор. Дише. Хруст. Чтобы клиент не убежал, можно, знаете, придерживать ногами. Должен чувствовать. А тут ты можешь прямо к спинке. Ты так прямо сидишь. Ладно, сиди. Движение еще раз показываю. Идет по вектору вот сюда. Где-то от грудного позвонка уже третий-четвертый там, да? Вот тут, где-то, посередине между лопаток. То есть я давлю туда. А эту рукой давлю в противоположную сторону, да? Соответственно. А, ревелый. Тебе расправиться надо? Ну да, но сейчас тоже. Ну сейчас просто доверься и расслабься. Одновременно смотрите, вот туда и вот туда. Вот я ищу, 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 где она расслабилась, да? На самом деле максимум секунд пять обычно уходит. Вот. Где хруст, скажи? Вот с этой стороны. Не поняла, да? Слишком резко. Держим клиента, да? Еще раз смотрите, я специально руку вот так держу, чтобы было видно, когда идет движение. Не надо. Да, вот сейчас хруст, вот именно, видишь, где внизу лопаток, вообще низко. Кстати, почувствовала сейчас, да? Это часть, что бывает, хрустят даже не по звонке, а ребра. Многие пупают, да? О, там тебе, там, грыжу вправил, да, ребра, да ничего никто никому не вправил. Это хрустит, может быть, совершенно и суставы, и связки могут хрустить, понимаете? А теперь, смотри, ой, напряглась, расслабьтесь теперь. Нет, болеет мышца. Все. Так, уже мышца болит. Это у тебя, это, продуло. Ну, да, такой легкий миодит. А теперь, смотри, я выше давлю, вот сюда уже, в другую. Другой вектор, да? Не туда, а в другой вектор. Тут у меня в первый раз про тело. Теперь такой вектор. Уже не даешься, да? Нет. Вот, тогда попробуем на ком? На тебе, да? Да. Татьяна, попробуешь? Да, попробую. Давай, с вами есть? С помощью вас один приедет. Сегодня приедет. У нас сегодня бед день. Немалка там всякая, такая-то, подвозночная, когда десна не захолеет. А это, как мне, как легал, как мне, не тепленно. Денис, кстати, тоже у нас был на основном курсе, вот на двухгняльном. А сейчас у нас третий день беде. Да? Продолжение, да. И что дальше? Я не знал, да? Ну, хочешь попасть на него? Сегодня, в следующий раз. Олег. Мы там будем в расписании давать. Как за ик? И в следующий раз, может быть, в следующий понедельник. Чешу-неделю, первое число. Много, конечно. Вот туда давишь. Семочный позвонок, знаешь, где находится? Вот дави, еще. Вообще нет, что-то еще заметит. Четыре вот сюда. Мышцы, мышцы, мышцы. Ломает. А эту голову. Держи флана. Ты, как бы, на движении делаешь вот так, но старайся пониже. Спаситься, чтобы все-таки на отрыв шла, число череп. На растяжение. Потому что, если просто поварить, то... Нет, у меня это движение не получится, вы скажете. Почему? Это на третье? Давай, давай с другой стороны. Давай, провернись. Смотрите. Я такое движение даже в прыжке делаю. Давай, оставим твои руки. Чуть с этой стороны. Смотришь, она же, на самом деле, расслаблена. И так, покрути ее, вот так, чуть-чуть. Теперь попробую, по ней, сделаем ее предел. И, же, у нас, мы говорим, что не пластичный, а не низко предел. Вот там находится. Значит, туда ниже и будем давить. Вот так рукой поставь. Готово? Теперь чуть выше, руку сюда ставь. И был хвост здесь. То есть, мы немножко вектор неправильно сделали. И вот отсюда, да. Теперь то же самое. Вот туда, только эта рука успевает. Противорез. Началось, не получилось? Нет, не получилось. Давай, посевнее. Давай, посевнее, да. Ну, что делаем? Я не сморочу, понял? Ах, а я. У меня это больное самое место. Татьяна, ну, ты тут это поняла? Да, я поняла. Я поняла. Ну, в другую сторону. Ну, попробуй в другую сторону. Тут резкость нужна. Не сила нужна, а резкость. Конечно, да. Все время все говорят про силу. Ну, что, не танк? Я же очень мягкий, нежный человек. Видишь, у меня тоже получается все легко. Резко, резко, резко сделаю. Не больно? Смотрите, еще фишка. Если человек заваливается, да, то можно вот такой нюанс сделать. Подставим ему ногу под этот. То есть он фиксируется, заваливается не будет. И делай, опять же, в ту же сторону. Или даже можно ее в эту сторону делать. Подставляй коленку под его лопатку. Вот, под ножку. Подставь коленку. Она заваливается. Подставь коленку. Все. Вот такие маленькие нюансы обязательно используйте в своей мануальной практике. Потому что не хрустит. Как не хрустит? Хочешь я сделать, чтобы хрустело? Бально, что ж такое? Давай другую коренку подставим. Меня в ту сторону хрустили уже. По-моему, в эту сторону, я держала руку, хрустели. Да. А в эту нет. А теперь вот и давай. Но она не всегда хрустит. Так бывает, что и не хрустит. А, все. Я же уже объяснял. Подняла. И куда дай, туда? Нет. Это резко вот так, там, локоть отставляешь, чтобы движение шло внутрь. Вот сюда, под напарку. По диагонали движение идет. А головой туда просто. Да, вот так. Да, еще раз. Ну, что-то хрустило немножко. Хрустило, да? Ну, это очень сильно, мне кажется. Ну, это два раза хрустило. Тут, тут, тут. Не болит голова вообще, да? Нет, голова нет. Нет, мы тоже здесь. Это мышцы. Потому что человек уже начинает сопротивляться, когда ему долго крутим, он уже начинает опасаться. Поэтому еще один маленький микросовет. Ловите вот эти вот движения, пока они для него неожиданны. Ай-яй-яй. Все, все же гладят только. Не ошибаюсь, наверное. Ловите эти движения, пока человек успевает расслабиться. Иначе он может что-то подумать, задуматься, поторопиться вдруг захочет или еще. Ну, смотри, у тебя там сама хрустит, да? Так, плавала, да? И вот с тобой теперь еще не делали, да? Ну, вообще. Нет. Нет. Я знаю. Если да, если человек, ну, заваливается, да, так расслабиться, что заваливается, сделайте ему упор из, собственно, ноги. Вот такие тоже маленькие нюансы обязательно используйте в своей работе. И тогда можно в эту же сторону, даже чуть вот туда, чтобы плечо не мешало. Еще один нюанс. Мы давим уже не в плечо. Зачем нам помеха, да? Мы давим мимо помехи. Вот туда. Получается, движение приобретает еще одну диагональ. Вот немножко туда. Вот, мы тебя уже все промяли. Вот такие вот. Используйте моменты, такие нюансы в своей работе. А в следующем видеоролике я покажу еще кое-что интересное. Что-то вот здесь как-то мешает. Кто-то сместился, я не понял. Может, и сместилось. Ну-ка. Там, вверху, правда? Ну, скорее всего, это мышца. В основном, не то, что она болит, она как будто помешается. Да нет, все нормально у тебя здесь. Проверишь? Все нормально. Давайте сделаем перерыв. Посмотрим, что люди пошли есть без спроса. Спасибо. Спасибо. Спасибо.